Мы сейчас зимуем в Сочи, но не об этом. В 2019 году мы пропутешествовали весь Крым, снимая отели, гостевые дома, ну, в общем, недвижимость. В 2020 году мы пропутешествовали Крым путем бомжуя в Крыму, мы путешествовали с палаткой. Вообще зашло. И вы знаете, Крым это удивительное место, очень интересное, но там есть свои вопросы и затыки, которые нам приходилось решать в 2019 году и в 2020. Так вот, мы написали свой собственный гайд, авторский, который поможет вам пропутешествовать Крым с легкостью, с наслаждением. Вы кайфанете. Приобрести наш гайд можно очень просто, просто написав нам в директ. Почти 100 страниц, весь наш опыт, около 150 локаций. Путешествуйте. Друзья, всем салют. Мы сегодня приехали в Адлер, это сам Адлер, микрорайон Чкаловский. И поснимать здесь округу, походить по пляжу, посмотреть на большие волны, я слышу, что там они большие. Возможно, найдем какую-нибудь с вами большую волну и вместе с вами покайфуем, но вы зарядитесь атмосферой морюшка. Да, мы сегодня всей семьей гуляем. Ребенчик у нас чуть-чуть гундит. Ну и давайте начнем. Спонсор данного выпуска магазин мини-диванов. Шикарный вариант для вашего ребенка. Все диваны с ортопедическим основанием и имеют ящик. Отличные решения для маленьких комнат и балконов. Диваны в наличии и доступны в день заказа. Также есть рассрочка, доставка по всей России и самовывоз. Ссылку на инстаграм мини-диванов оставляю в описании. Мы здесь припарковали. Здесь вроде вот такая, друзья, парковка. Хрен ее знает, платная, не платная. Но вроде все открыто. И первое, что нас очень сильно удивило, когда мы заехали в эту часть города, здесь вообще все закрыто. Как будто бы здесь случился зомби-апокалипсис и ничего не функционирует. Столовки закрыты. Даже мы проехали пятерочку. Пятерочка тоже закрыта. Так, ну давайте, покажу вам, что как. Давай ручку там. Так, вот так все выглядит. Ну, да. Сразу вот такая неприятная история. Ребята, выносите, пожалуйста, мусор за собой в специальные места. Не очень красиво здесь огорожено все вот этим профнастилом. Давай ручку. Вы все равно не здесь заходите? Нет, не здесь. Это береговая линия идет вот вдоль железных путей. Здесь есть табличка, вот видите. Берегись поезда. Вот такой проход. Ну, конечно. Так, это называется пляж Южный 2. А здесь мы глядем поезда. Видите? Вот так вот. Так, давайте, пацаны. Вот, и мы с вами, видите, попадаем на пляж Южный. Посмотрите, какая красота. Смотрите, что здесь есть. Автоматические камеры хранения, собственно, зарядки телефонов и планшетов. Пойдемте найдем, посмотрим, где они. Ну, здесь, конечно, летом все открыто. Я надеюсь, что здесь все ухожено. Мы здесь не были. Я сразу обращу внимание, что здесь есть специальный спуск для колясок, ну и, соответственно, лесенка. Пойдемте с вами здесь. Так, а за нами идет песен. Не беги, только, пожалуйста. Нас на пляже встречают, друзья, чайки, сочинские, попугаи. И вот такая вот атмосфера. Можете увидеть, что тут никого, кроме попугаев, чаек и нас. Здесь какой-то тупо забор. Ну и, соответственно, грязное морюшко. Нет, я закрыт, и там все открыто. Все нормально. Так, пойдемте с вами поздороваемся с морем. Ну, я рассказывал, что мне эта история не совсем нравится. Вот эти вот все волнорезы. Ну, конечно, если бы не они, здесь бы все бы, пожалуй, нахрен смыло бы сильными штормами. И вот я говорил как-то уже в выпуске, что вы можете видеть, что здесь море вообще всегда грязное. Мы как-то купались вон там, получается, дальше пляж Чкаловский, море тоже было грязнючее. Видите? Не знаю, с чем это связано. Здесь вот всегда грязноватое море. Поэтому, если будете... Опс, нас чуть не накрыло. Будете отдыхать. Так, ребят, волна. Вау-вау-вау! Если будете выберите отдых в этой части, то обратите на это внимание, что водица здесь грязная. Пойдемте. Вау, как волны. О, смотрите, какая волна идет. Вон-то. Хлем. Так, ну что, в какую сторону мы пойдем? А, вот, кстати, как раз эти ячейки. Вот оранжевого цвета. Видимо, где-то можно взять ключик. Так, ладно, давайте пойдем туда, к забору. В общем, мы здесь увидели, что на пляже вот много остаток ракушек. Артем, покажи, сколько ты уж собрал. Вон, целый карман себе набубойнил. О, сейчас продавать пойдем. Смотрите, вся береговая линия усыпана вот этими штыковинами. Пишите в комментах, кому отправить. Смотрите, смотрите, как их много. Собирай, не хочу. Ну, а Артем, кстати, нашел уже тоже такое. Кстати, рассказать про погоду. У нас несколько дней подряд. Вы, наверное, наблюдали, кто подписан, кто смотрит наш ютубчик, что у нас погода была, друзья. Нереально теплая. У нас по-настоящему было лето, почти 20 градусов. А может быть в каких-то районах, и она достигала 20 градусов. Я открыл купальный сезон. Мы ходили в футболках. Посмотрите, зайдите. Последние видосики. Короче, было классно. Сегодня погода чуть испортилась. Хотя утром шел дождик, но... Сейчас, вот видите, можно замечать некие просветы, но солнца нет. И... Сейчас температура плюс 10. Поэтому, кто собирается ехать на днях, то, знаете, здесь прохладно. Но я по-прежнему хожу в кофте, в жилетке. Ну, по одной простой причине. Потому что я, в принципе, вообще не люблю куртки. Не моя история. Я даже в Москве зимой ходил вот так вот. Просто под кофту термобелье. Чаечки. Так, ребята, я хочу с вами прогуляться сейчас в ту сторону. Может быть, поднимемся на какой-то мост, пирс. Как он правильно называется. Возможно, допустим, дрон. Ну, а с вас, конечно, как всегда, поддержка в виде лайка выпуску, в виде колокольчика, подписки. Ну, и, конечно же, репост. Потому что репост – это вообще огромнейшая поддержка от вас для нас. Вот, посмотрите. Весь пляж. Весь пляж в этих ракушках. Смотрите. А вот, кстати, рапан. Кто ел рапаны. Кстати, вкусная такая тема. Смотрите, как их много. Смотрите. Видите? Друзья, смотрите, какая сильная. Ни хрена себе. Чайки быстро в кипише суетнулись. Убежали. Да. Кайфовенько. Видите, какие волны. Море грязное здесь. Я не знаю, почему-то вот прям всегда оно тут такое. Пару раз здесь были, и вот всегда оно вот такого цвета. Зимой и летом, как говорится, одним цветом. Но, в целом, летом здесь, конечно, облагораживается здесь. Все заставлено. Как я люблю гореть, пернуть негде. Вот, прекрасные виды. Ну, а там уже не совсем прекрасно. Короче, будете здесь, смотрите только в ту сторону. Смотрите, какая волна, ребята. Смотрите. Ни хера себе. Обалдеть. Так, ну что, мы вместе с вами перешли на эту сторону. И вы здесь сразу можете заметить, что волной очень сильно сбило берег. Не знаю, какого состояния он был насыпан. Но, смотрите, тут заподлицо с бетоном, да, а здесь хлопс, и берега нет. Видимо, здесь волна бьет достаточно сильнее, чем там. Я, кстати, еще знаю, что волнорезы здесь идут вот так, и еще там подальше они идут параллельно берегу. Но, не знаю, есть ли он здесь. Смотрите, какая волна. Ну, так, не очень. Так, ладно, отправляемся с вами дальше. Попробуем дойти до пляжа Чайка. А, кстати, по-моему, он уже впереди-то и виднеется. Посмотрим, как там. Смотрите, как все Чайки собрались. Пойдем их разгоним. Посмотрим на волну. Видите? Не-не, Тём, со мной не надо, пожалуйста. Видите, волнорез такой очень разбитый уже. Не знаю, чем его так разбило. Баумс! Смотрите, какие волны. Смотрите, какая волна идет. Видите, как ее ломает в несколько этапов. Что мне сразу бросилось в глаза на этом пляже. Есть душ. Он не душевые кабинки. Он просто открытый душ. Здесь, здесь. И Артемка, конечно, подошел, включил. И там есть вода до сих пор. То есть она не отключается. Меня очень симпатизирует, что есть мусорки с чистыми пакетами. Есть лежаки. И, кстати, вот люди себе берут лежаки. Есть переодевалка. Все, кстати, в таком достаточно нормальном состоянии. Пойдемте на мост. Да, относительно хосты. Этот, конечно, мост прям вообще нормальный. Посмотрите, как он сделанный. Абсолютно безопасный. Если в хосте мы ходили, там, помните, прям такие доски прям проваливались. То здесь нормальный мост, абсолютно безопасный. Вот люди классно вот так стоят, отдыхают, лежат. Прекрасно. Просто прекрасно. Ну что, ребята, этому пляжу я готов название дать пенсионерский. Потому что почему-то здесь очень-очень много пожилых людей. Они, конечно, молодцы, что тусуются на пляже. Не знаю, местные или приезжие. Вот. Но пляж в целом достойный. Достойный. Ничего не сказать. Единственное, что мне не совсем понятно сейчас становится, почему там забор. Видите, да? И как попасть дальше. Хрен его знает. И, кстати, дальше как раз это и есть пляж Чкаловский. Это на кафе Барракуда. Барракуда именно на нем мы как-то в каком, в 19-м, по-моему, году отдыхали с нашими знакомыми из Московской области, из Подольска. Так, может быть, конечно, сейчас какой-нибудь выход туда мы найдем. Сейчас с вами посмотрим. Да, конечно, знаете, что еще хочу сказать? Вот все вот эти мостики сделаны, конечно, очень добротно, выкрашены, классно. А вот это вот что за здание? Барам-бам-бам. Это, конечно, жесть. Ну, сами видите. Смотрите, сколько ракушек тут. Смотрите, как много. Вот, кстати, в Эмеретинке вообще нету ни одной ракушки. Наверное, потому что там нарушена экология. Из-за этого нет. Ну, блин, и как нам попасть дальше? Висит замок. А мы сейчас двигаемся обратно, чтобы обойти и попасть на пляж Чкаловский. Но у меня назрел вопрос. А как нахрен вообще на этот пляж попасть? Потому что мы попали по волнорезу, обойдя забор. А с той стороны, ну, вы тоже видели, что там забор. И вот мы идем, пытались увидеть где-нибудь вот здесь окно, чтобы пройти, а его нету. Поэтому, если вы знаете, как попасть на этот пляж, напишите, пожалуйста, в комментах. Какая-то дичь. В общем, друзья, чтобы нам перебраться на ту сторону за забор, мы выбрали вот такой вот маршрут идти вдоль железной дороги. Либо можно идти там, по улицам. Но мы решили вот прогуляться вдоль железной. Один поезд встретили, может быть, встретим еще поезд. Вот так вот, да? Ну, здесь, конечно, да, все заминировано. Вот вам в экран неприятности. Там еще больше было. Поэтому, если вдруг вы тоже здесь идете, то внимательно смотрите под ноги. Ха, мы дошли. Это, кстати, оказалось очень не так-то и далеко. Смотрите, ну, сколько мы? Метров, наверное, 200-300 мы прошли. И вот фрагмент, где я вам показывал, что там забор. И, соответственно, вот есть вход в подземный переход. Да, здесь, конечно, очень неприятно. Прямо возле детской площадки. Это прям очень круто. Видите, как все? Да, такого быть, ребята, не должно. Да, да, да. Вот пляж Чкаловский. Мусор не оставлять штраф 500 рублей, хоть и написан, но 5 тысяч, да. Но никого это не парит. Да, видите, как все? Но это, конечно, так быть не должно. Вот мы, собственно, попадаем на пляж Чкаловский. Здесь есть вот отель Барракуда. Вот здесь, что тогда мы были, очень сильно пахло водорослями. Сейчас так же пахнет. Вот, собственно, вон, видите, вон тот, это и есть забор. Все закрыто. Огромные волны, посмотрите. Смотрите, смотрите, какая волна идет. Шлемс. Ну что, пойдемте с вами пройдемся здесь вдоль. Здесь, видите, все кафешки закрыты. Вот так вот досками заколочены. Но летом здесь, конечно, все функционирует. Артем, пойдем. Куда? А, сюда мы, да. Вот такая тут, друзья, атмосфера. Детишкам живая песочница. Можно прогуляться на пирс. Ну, собственно, пойдемте-ка сходим. Пойдемте попробуем дойти, посмотреть. Да, здесь, короче, волна бьет. И может, конечно, нас немножко бабахнуть. Но в целом сделан мост достаточно такой, видите? Ну, опа-опа. Так, дальше стремно. Ну все, капец, нас сейчас накроет. Нет. Видите, можете, какой кайфовенький сделанный. Пока, как говорится, волны не сильные. Можно и походить. А вот уже волны идут достаточно большие. Ладно, не будем здесь задерживаться. Сейчас подождем, чтобы вот эта ушла волна. И пойдем обратно. Так, есть здесь спасательная вышка. Ну и непосредственно все вот так вот заколочено. Отельчик. Отельчик. Слушайте, ну, если в целом рассматривать отель, он, конечно, здесь очень прикольный, да? То есть вы вот так вот просыпаетесь. У вас есть балкон. И вот с таким вот, ну, достаточно кайфовым видом на морюшко. Еще бы не штормило, вода была бы чистая и вообще потрясающе. Такая надстройка называется, это, конечно, отель. Кто отдыхал здесь, пишите в комментах, как вам отдых в данном отеле. Ну, а мы с вами продолжаем идти дальше. Здесь летом, повторюсь, здесь прям вообще просто люди друг на друге лежат. Очень аккуратно надо передвигаться между людьми, чтобы ни на кого не наступить. Есть душ, есть что-то непонятное. И есть очередной переход. Вот можете посмотреть. Ну, и пока это все, видите, все закрыто. Здесь закрыто все, да? Вы можете понять относительно эмиритинки. В эмиритинке функционирует вообще все. Здесь мало что закрыто. Настилы, дорожки, да? Здесь летом все выкладывается. Ну, все оккультуривается. Но пока это вот в таком состоянии. Но оно... Не, я не курю. Магазин пляжные штучки. Видимо, летом он и будет здесь. Опять очередной пирсик с чайками. Пирсик волнорез. А то начнете опять писать в комментариях. Это не пирс. Я знаю, что это не пирс. Это волнорез. Но его часто используют ребята как пирс, потому что здесь лодки сюда подходят. И вот, смотрите, какое море. Грязноватое. Да, слушайте, здесь, кстати, скользкий. В отраслях все. А вот так это выглядит. Ой-ой-ой. Волна так-то большая, кстати, идет. Танц. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, какая вон там идет. Смотрите. Блемс. И кажется, мы сейчас побежим. Да-да-да. Вы побежали. Прикол. Не очень хочется намочиться. Конечно, такие волны не сшибут. Но намочиться, конечно, не очень хочется. Так, давайте еще раз поэкстремалим. Так-так-так-так. Нет, это не то. О, волна-то пошла. Ладно, пойдемте дальше. Давайте сами подойдем к морюшку. Волны доходят отсюда. И есть вариант, что нас немножечко волна захватит. Особенно вот эта, которая идет. О, посмотрите. Пара-па-па-пам. Видите, да, что творится? Да. Да, побегать от волны, это, конечно, еще то удовольствие. Вот такой здесь есть бар, который выглядит так печально, когда не сезон. Настенька в камере. Ладно, пойдемте с вами туда. Здесь, кстати, есть вот такие, как они их назвать, челаут, такие зоны. Бунгалы, наверное, даже их так можно назвать. Я очень надеюсь, что их перед сезоном покрасят, освежат, и они наполнятся уже таким качественным цветом. Но вообще палитра красок, по мне, так она кайфовая. И давайте я вам, кстати, покажу, сколько это стоит. Здесь вот есть, видимо, того года расценки. День 1000 рублей, 3 часа 500, ночь 700, ну и контактный номер. Вот так его заклеим. А так в целом, ну, смотрите, как прикольно. Сюда можно сейчас, вне сезона, купить пиццу, что вы там пьете, прийти, посидеть, насладиться. В солнечную погоду, шикарный закат. Ну и, судя по бутылкам, люди спокойненько приходят здесь. Сидят. Классное место, да, начать почилить, посидеть вечером, в теплую погоду, вне сезон. Да. Короче, кайфово. Эта штука, видимо, относится к вот этой истории. Дальше идут беседочки. Мы сейчас с вами тоже туда дойдем, посмотрите. Ну, здесь вот, да, относительно эмеретинки, именно олимпийского пляжа. Здесь вот вы можете заметить, что вообще ничего не убирается. Здесь просто все заколачивается. Видите, здесь, видимо, витрина. Ее просто на саморезы все закрыли, на избишку. Тут у нас что? Ничего. Ну, и вот они, бунгалы пошли уже такие, где тоже можно, так сказать, почилить с прекрасным видом. А это массажный стол, друзья, на котором кто-то из вас когда-то лежал. Да, выглядит это, конечно, печально, особенно ножки. Да, это, конечно, убожество еще то. Но я повторюсь, я очень надеюсь, что к лету здесь все приведут в порядок, все обновятся, покрасят, где-то что-то приварят, переварят, и вы приедете сюда отдыхать, и будете действительно уже наслаждаться отдыхом. Так, вот можете увидеть, да, здесь уже пошли дома, видовые, уже не мешают забору, здесь забора уже нету, но идет железная дорога. Но пока поездов ходит не так много, по-моему, три или четыре штуки проехало, пока мы тут. Вот, но виды, конечно, прекрасные. Если вы снимете где-то здесь, сценники, здесь, конечно, будут конские, не знаю, как там внутри, но в целом, достаточно, неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА тоже в приятности сейчас поближе поближе подойдем, посмотрим. Пусто. Пусто, людей очень-очень мало, вы сами все видите, люди приезжают непосредственно просто, наверное, подышать, а может быть, и местные гуляют. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, погода кайфовая. Сегодня у нас, говорю, где-то градусов 10 в среднем, да, там зависит от района, но температура действительно теплая, потому что нет ветра. Он иногда что-то пытается дунуть, но у него это, видимо, сегодня не получается. Слушайте, все, значит, это пляж Чикаловский. Я вижу вывеску, вон, видите, тоже это пляж Чикаловский, то есть вот отсюда и до туда, вон, белая вывеска, синие надписи, надеюсь, вам видно. Это все, друзья, пляж Чикаловский. Большой, большой, широкий, в принципе, достаточно широкий для относительно, там всех адлерских пляжев, он достаточно широкий. Ну и классно, что здесь ничего не убирается, можно приехать даже сейчас, да, и посмотреть, как выглядит это вне сезон, и, соответственно, чуть-чуть визуализировать, как будет выглядеть он летом. Ну и, соответственно, вот ресторан, который называется Причал 342. Дальше начинаются уже другие пляжи, и давайте о других пляжах мы поговорим с вами в следующих выпусках. Вот, видите, пляж Чикаловский. Ну что, друзья, на этом я готов завершить свой выпуск. С вас, как всегда, поддержка, лайк, репост, подписочка на канал, это вот эта красная кнопочка, и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения, что у нас на канале появился новый выпуск, и вы сразу же его смотрели. Я хочу напомнить, что мы в этом году зимуем в Сочи, мы сюда приехали еще в конце октября, и будем здесь до июня, а дальше не знаю. До Сочи мы были в Крыму, у нас сезон назывался Бомжуем в Крыму, мы путешествовали по Крыму два месяца с палаткой. А еще раз до этого мы жили на Красной Поляне, путешествовали по Абхазии, мы также путешествовали по Крыму в девятнадцатом году. В общем, путешествуем с детьми на машине, на лайте, совмещаем все это с работой, и вам рекомендую. Если нет такой возможности, то тем более подписывайтесь на канал, будете путешествовать с нами через экран, и это тоже классно, и тоже приятно. Я всех обнял, пока, до новых выпусков, который выйдет совсем скоро, пока. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках дня, я развенчаю миф про тебя и про себя, и пусть все нелегко, и как-то рвано, меня излечат собственные раны.